Церковь вспоминала накануне усекновение главы Крестителя Господня Иоанна. Особо значимым этот день стал для прихожан Волгоградского храма святителя Иева, патриарха Московского и всея Руси. Божественную литургию в храме возглавил митрополит Волгоградский Камышинский Федор. Также владыка осветил купола строящегося храма. Скорбь этого праздника связана с библейским событием – гибелью святого Иоанна Крестителя, которого обезглавили похмельной прихоти царя Ирода в награду патчерица Соломеи, угодившей ему соблазнительным танцем. Так святой пророк, первым проповедующий приближение Царства Небесного и будучи духовно выше всех людей, живущих на земле до Христа, стал притечей всех последующих мучеников. В этот день церковью установлен строгий пост, в противовес тому пиру, во время которого произошла казнь святого. В знак прулитой крови на священнослужителях – красное облачение. А еще 11 сентября – День памяти православных воинов. Вслед за митрополитом присутствующие в храме просили Бога об упокоении воинов, принявших смерть за Родину. По окончании божественной литургии Владыка Феодор отслужил особый молебен о страждущих недугами винопития и наркомании, которые традиционно уже 10-й год служатся в День трезвости, установленном Святой Православной Церковью в праздник усекновения главы Иоанна Претечи. В конце богослужения Владыка Феодор зачитал обращение патриарха московского и всеаруси Кирилла. Ныне мы вспоминаем мученическую кончину святого Иоанна Крестителя, который он претерпел за верность правде Божией. Даже пред лицом смертельной опасности Иоанн Претечи не приставал убеждать нечестивого царя Ирода оставить грех прелюбодеяния. Однако тот не только не внял увещевание пророка, но и совершил еще более тяжкий грех, лишил и жизни всего святого человека, расслабев рассудком от употребления алкоголя. «Пия вино, не пропивайте ума», оставляет преподобный Исидор Пилосиот. Вино, которое дано человеку Богом для радости, при неумеренности может стать источником разнообразных бед и несчастьй, болезней и жизненных трагедий. Ощутить в этот день полноту торжества позволило и радостное событие – освящение куполов струящегося храма. «Молимся и милися деям, посвяны неблагословение Твое небесное, и благослови знамени и секрестное, и дашь ему силу и крепость благословенного унага, кровью сына твоего ограбленного древа, во ежебете храму сему имени твоему созданному, а кровь державе твердое ограждение, а всякого зла га обстояние всегдашнее, и вовлении благолепить». Более десяти лет прошло с тех пор, когда был сделан первый шаг к возведению Дома Божьего. В июле 2013 года был организован приход, а уже в ноябре 2015 получено разрешение на строительство. Через два года в июле 2017 года был вырыт котлован под фундамент храма, общей площадью порядка 370 квадратных метров. И вот строение уже радует глаз неповторимой красотой архитектурных форм в стиле древнерусского шатрового зодчества, распространенного в России в XVI веке во время правления Иова, патриарха Московской всей Руси, в честь которого и возводится этот храм. Светло и радостно играют солнечные лучи на крестах, которые совсем скоро взметнутся вверх к небу, чтобы там, в небесной синеве, являться маяком всякому, кто спешит в Дом Божий.